Артем Олегович, я сейчас у вас на втором курсе исцеления, первый проходила тоже. Знаете, я вообще-то пришла туда с глазами, и вот на четвертую неделю у меня пошло улучшение, но я как-то, ой, ковидом, вирусом заболела, и опять у меня затуманилось. Вас Елена зовут, правильно? Нет, меня зовут Елена, что-то я не знаю, почему-то мне так захотелось. Понятно. Там что-то в слуну есть, да, вот так вот. Елена зовут. Сколько лет она участвует? Сейчас 51. 51 год. Так, значит, сейчас вы у меня на исцелении не находитесь, на втором курсе, да? Так, а глазки, что именно с ними? Из-за чего зрение подойдет? Представьте, сейчас скажу, началось с того, что где-то, наверное, с 13-го года... А можете так сесть, чтобы вас было видно, а вас совсем не видно? Вот так вот начинает свет... Вот, все, да-да-да-да. Это я держу, мне надо как-то... Нет, все, ну, сейчас-то свет падает на вас, да, то есть... Я просто уроки держу. Если вы чуть-чуть подальше ставите телефон от себя, у вас будет лучше век. Где-то в 13-м году у меня начало развиваться. Вот, потом... Что в 13-м году? Начались такие, знаете, вспышки, когда вот выхожу из темноты, очень долго привыкала к свету. А потом такие, как бы, как пятнышко, наверное, такое, как туманчик на глазу. И мешало. Потом раз, проходило. А потом начало затягивать больше и больше. Вот, врачи, по-своему, апеллировать не взялись, потому что сказали, у меня ремоторный полиартрит. Остановить процесс не могут. Я с 6,5 лет болею. С 6,5 лет ремоторный полиартрит? Да. Так? Вот. Поэтому апеллировать не боятся. А зрение ухудшается. Скоро лучше не трогать. Потому что, кто знает, тут после операции есть мои малые болезни. Аш, доктораты что говорят? Что со зрением происходит? С их точки зрения? Какой диагноз? Они хотели поменять и не хрустали. Зачем? У вас в глухомах? Так, Лена, куда-то... Держите телефон. Да, Ленека, идите. Не могу поставить его елки-палки. Ну, держите в руке. У вас ничего страшного. Лево, тяжело держать? Да, у меня левая рука немножечко позвоночник осела, рука левая плохо ослуживается. А правая? Деформация пошла позвоночником. За последние годы как-то резко начало ухудшаться все. Вот. Что-то заработчилось. В общем, у меня в 10-м году сын уехал учиться в другой город. В 11-м году папа умирает. В 12-м году где-то там у племянницы сын. В общем, как-то... И, в общем, мы переезжаем в Россию жить, из Казахстана. Вот. И вот здесь у меня вот пошло-поехало. Все резко как-то. Вот. Но, перед этим, правда, я еще падала в 16-м году. Как-то резко. Как у меня потеряла равновесие, которая разувалась. Нажничьи упала, и затылком обсервант ударился. Вот. Ну, я как-то связывала, может быть, с этим, что у меня информация позвоночника пошла. И ухудшение зрения. Ну, в общем, вот. Сейчас вот туманом затягивает. То есть, вы видите, как в тумане, при этом, какие органические изменения в глазу есть? Что там? У вас глупо, что с глазом-то происходит? Да. Сказали, что меня просто надо. Вот. Желательно. Ну, в смысле... Зачем? Ну, потому что свет не проводят мои уже хрусталики. Они даже в последний раз проверяли меня. Не смогли даже проверить, да как вот, господи, сетчатку, потому что свет уже никак не пропускает, что ли, как-то там. Глаза. Вот. Так, значит, зрение, ревматойный поле артрит, осанка сейчас страдает. Что еще есть? Так. У меня мышечная слабость началась вот в последние годы. Признали, как у мышцы слабенькие. Похудела я. Вот. На гормонах по одной таблеточке принимаю. Ну, и каждый день я принимаю противовоспалительные, там, и обезболивает, и воспаление снимает немножко. На гормонах вы давно сидите, я так понимаю, с детства, правильно? Нет, не с детства. Вы знаете, меня в детстве остановили сразу же как-то, и я много лет была без. И даже вообще у меня такое течение поле артриты, что в 17 лет меня в Москву отправляли, там проверяли в институте ревматологии, потому что сомневались, что столько лет, и деформации практически не было у меня. Во мне не видно было, что... Я просто слабенькая была, уставала, но вот по мне так, кто не знал, они не видели, что что там есть. А вот когда я родила уже ребенка, кесарево, у меня было около 22 лет, то у меня вот как-то пошло тоже... Ну, там у меня еще с мужем проблемы были, муж потом погиб. Вот. А в каком году? Это вот в 11-м, да, что-то вы говорили? Нет, это... Ну, знаете, сейчас скажу. Это был 94-й год. Мы как раз с ним разбежались, поссорились там. Вот. И потом вот мне позвонили, сказали, что якобы он сам покончил жизнь, сам убийством. Угу. Извините, сейчас. В общем-то, темная история. И, походу, мы его просто, мы просто убили, просто мы бросили из окна. Вот. Из окна вашей квартиры? Нет, 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 это там, где он, где он снимал, проживал, что ли. То есть вы с ним поссорились, он куда-то съехал и там из окна выпал? Да. Вот мы с ним так вот, наверное, с полгода, может, больше, вот созванивали, и все. Потом вдруг он пропал. Я своей кровью звонила. Вот. Она на меня тоже обиженная была. Когда мы позвонились, он взял мою фамилию. Вот. И она как-то со мной так холодно общалась из-за этого. А вот. И я стала узнавать, где она сказала, ну, ты ищи его в России. Я так удивилась. А потом раз вот мне через месяц позвонили, сказали, что его вот не то. Вы знаете, что... А поссорились-то чего ли? Ну, мне сказали, что он мне там изменил. Ребенок у него настройки родился. И я, честно говоря, даже не знаю, правды этого или нет, потому что... Как-то, знаете, я даже не могу объяснить. Я с ним даже не поговорила на эту тему. Может быть, боялась. Чего? А ну, правда. Что? Таких историй сейчас тысяча. И что такого-то? Что от этого надо? Да, себя в стресс гонять, который вас разрушает. Ну, как-то на тот момент мне так удобнее было. А вот потом, конечно, я уже показываю, что его уже нет, уже не сбросишь. Ну, потом как-то и себя не делала, что его нет. И что ребенок без отца остался. Так. В чем вы себя еще лет меняете? Ну, вот, когда папа у меня, вроде как, пошло такое, что... Когда как заездила я его, в последние годы плохо себя чувствовал, он там много очень помогал мне. Там даже вот поездил везде, вот так вот, знаете. Вот, все. То есть мужей машину как-то тяжеловато было водить. А он, чтобы меня куда-то там на дачу свозить, в лес, там еще куда-то. Он, ну, да, занимался, в общем, так вот. Какое-то мне чувствую, ну, что-то никак. И малоблагодарность его от меня видел. Ну, что-то в таком роде. Вот. Мама жива ваше? Да, мы с ней сейчас живем. Как у нее здоровье? Неважно. Здоровье тоже у нее. Мы когда сюда переехали, у нее как-то и сахар начался. Потому что мы когда переехали, есть такие большие проблемы были. Мы из другой страны, уже Казахстана. Это очень долго было. Материальное положение тяжелое. Кажданство тяжело было получить, несмотря на то, что... В общем, там договор, сроки договора подписания просрочены были уже, не попали. В общем, долго очень было. Тяжело было очень. Выживать, выживать было тяжело. Вот. Как-то тяжело передалась нам, переездался сюда. Как с мамой отношения? Сейчас лучше. Вот я занимаюсь с октября. То есть, что улучшилось и что тяготило до того? Ну, сейчас объяснить или могу. Как-то у меня обиды на нее были. Вот. Претензий много было. Как-то... Ну, сейчас вот как-то вот уже... Не знаю, как дружнее стали мы с ней жить, что ли. Как-то и она... Как сказать? У нее ко мне тоже было как-то много претензий, а сейчас как-то поменьше стало. Хорошо. Что... В таком нервном состоянии было. Взвинченном таком состоянии. Ну, даже... Не знаю, как объяснить. Что еще? Оно ушло, это состояние взвинченное? Ну, бывает еще. Не все так гладко. Ясно. Что с вашими суставами? Так, суставами болят. Вот сейчас они перестали опухать. Но боли есть и деформируются понемножку. Какие суставы наиболее поражены? Ну, знаете, у меня все... И вот до последних годов очень сильно согнулись на ногах. Согнулись. Вот. И это... На руках пошла. Вот мизинец на руке. Я прям очень сильно согнулся. На руке левой? На левой руке, да. Лена, с чего самым невыносимым делала ваша мама? Какие были ситуации в детстве, да? Которые до сих пор болезненные вспоминаются? Ну, там у нас одна поездка была в санаторий. Вот я как-то вот... Обидно мне очень было ее поведение. Мне не понравилось. Сколько вам было лет? Лет 9. Лет 9. Это уже вы болели уже, да? Да, уже болела. А вот до болезни что было? А до болезни... Во-первых, там... Я подругу... У меня пропало. Я ее плохо помню. Мне здесь шесть была. Так. Я помню, что мы с ней играли. И? Очень дружно такая. И потом только она исчезла. Я стала спрашивать, куда она мне... Сказали, что якобы она вроде как уехала в другой город, в очень другую страну. И вот для меня как-то это была как потеря такая большая. И как-то вот я была в таком шоке, что... Она никогда не говорила, что они собираются уезжать куда-то. Дума даже не попрощалась. Ничего как бы. Ну, а дома-то какая была атмосфера в этот момент, если вы были в шоке от того, что девочка сегодня есть, а завтра ее нет? Что еще дома происходило? А, дома у нас постоянно скандалы были. Папа упивал. Они ссорились, постоянно тоже в стрессовом состоянии были. Я и сестра старше. Вот. И бывало по вечерам даже с таким ужасом жила. Папа приедет трезвый. То есть невыносимая атмосфера была дома. Так? Да. Ага. И вы до сих пор это носите в себе. Вам 51 год. Вы взрослый человек. Но вы до сих пор в этом ужасе живете. Я уже прорабатываю это все. Не, не, не. Вы привыкли, вы адаптирулись к этому, безусловно. Но через свое тело. С ним в 51 год происходят вот такие штуки. Я думала, что да. Что-то сейчас рассказываю. Я против вас съеду. Ну, потому что не достали. Оно там осталось с мертвым грузом. Вы, ну, я это чувствую. То есть вы какую-то работу сделали, но основную еще пока нет. Не выносили. Я вот с октября месяца медитацию прорабатываю вот эти. Каждый день практически. Ледко, когда я пропускаю. Вы молодец. Вам стало легче. Но еще не настолько, чтобы прям вы похвастали своим состоянием здоровья. И видели бы жизнь в розовом свете. И надо видеть ее для вашей энергии природы. Потому что вы другая, нежели так, как сейчас чувствуете себя. Хорошо. Давайте поработаем. Мы можем прямо с вашим телом поговорить. Оно нам расскажет всю историю. Почему оно болеет. Поговорились? Хорошо. Итак, давайте начнем с суставов. Потому что, мне кажется, это более важно. А потом мы вернемся к глазкам. Сосредоточьтесь на ощущениях в теле. Сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете. Где сейчас боль есть? Где болит? Сейчас, секунду. Я в нем в той руке телефон, который больше всего сейчас беспокоит. Левая рука больше болит. Левая рука больше болит. Опа, плечо, плечо, плечо. Итак, сконцентрируйтесь на левом плече. Поймайте в собственном внимании. Мы поймем ваше прошлое и посмотрим, откуда это взялось. Скажите себе, мне 40 лет. Это ощущение есть или? Мне 40 лет. Да. Есть. Мне 30. Мне 30. Есть. Мне 20. Мне 20 лет. Есть. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Есть. Не один год. Не один год. Бывали, как легче становится. Отпускает полностью? Нет, есть еще. Сколько процентов осталось от того, что было? 50-60 точно есть. 50-60 есть. Мне один месяц после рождения. Какое ощущение? Мне один месяц после рождения. Есть. Мне один месяц оживать у мамы. Как ощущение? Как-то то сильнее, то меньше. То сильнее, то меньше. Не один месяц после рождения. Как я себя чувствую в этом возрасте? Как ощущение? Ну, не комфортно как-то. Ну, не один день. Я в животе у своей мамы. Как ощущение? Моя мама не знает, что она беременна. Как ощущение? Где-то в грунтной клетке начала немножко давить. Что с плечом? Есть ощущение. Какое? Ну, непонятно. Она у меня то вперед ходит, то как-то назад. Боль есть, которая была или нет? Или ощущение поменялось? Ощущение поменялось. На какое? Дело в том, что я чувствую движение энергии. И оно мешает мне сосредоточиться. Если боль есть, она вам вообще не мешает никакое движение энергии сосредоточиться, потому что вы ее чувствуете. Если дискомфорт пропал, то он пропал. Нет, ей дискомфорт. Ее дискомфорт. Что это чувство? Папина или мамина? По-моему, у папы на лицо. Как папу зовут? Владимир. Сколько было ему лет, когда вы родились? Так, сейчас скажу. 32, по-моему. 32. 32 года. Скажите, я папа Володя, мне 32. Как ощущения? Как ощущения? Дают плечо. Я Володю, мне 30. Еще есть. Лен, если можно, разверни телефон, то вас вообще не видно. Вот так, держите, пожалуйста. Ага, хорошо. Вот так нормально? Да, нормально. Я Володю, мне 20. Я Володю, мне 20. Да, как ощущения? Я Володю, мне 20. Вроде меньше. Сколько процентов осталось 20 лет? Сколько процентов осталось 20 лет? Я Володя. Если осталось. Я пойму, энергия, это когда крутит мне плечо, я не могу понять ощущения. Боль есть или нет, и все. Там может быть другое ощущение в плече. Уже когда восстановление есть, а то, но другое. И есть это ощущение, либо нет? Немножко есть. Я Володе, мне 15. Я папа Володе, мне 15. Я Володе, мне 15 лет. Вроде меньше еще. Еще меньше. Я Володе, мне 10. Я папа Володя, мне 10. Как ощущения? Телефон опять уехал, у вас в руке. Так. Я Володе, мне 10. Есть это ощущение? Или нет? Знаете, я прям как будто вроде как пропала. Пропала. Я Володе, мне 12 лет. Не могу сказать. Я Володе, мне 13 лет. Я папа Володе, мне 13. Ой, усилилось. Появилось. Что в 13 лет у вашего папы Володе происходит? С чем связано это ощущение? Что там за история? Слывает в голове. Да, что происходит, связанное с ощущением, которое у вас возникает в руке? Когда вашему папе 13 лет. Что-то не вижу темно. Как у нее с отцом были отношения со своим? И что у них дома было? У него? Да. У него? Мало что знаю про отношения. Он такой неразговорчивый у меня папа был. Вообще не рассказывал ни про детство, ничего. Деда вы знали? Ну, я его не знаю. Даже, по-моему, я его даже не видела ни разу. А что с ним произошло? Нет, ничего. Просто они жили в Сибири, а мы в Казахстане жили. Я не помню, меня возили к нему, нет. И его мама приезжала к нам. Чтобы я с ним как-то разговор был, что я его видела. Не было такого разговора. С бабушкой как отношения у вас с тобой? С своей матерью? Не очень. Что там не так? Как вот моя тетя моя рассказывала, что, вот как она, вот уже подростка была, там они и дрались, и он очень сильно ревновал ее, там скандалы были. То есть его отец ревновал его мать, правильно понимаю? Там в семье были скандалы. Да. Да, причем, допустим, в гостях у нас нормально все было. Когда мы приходили, он тогда начинал бушевать. То есть папа, дедушка, нес с собой своим поведением угрозу для бабушки, для вашей, и папа рос в этой области из-за ревности, правильно я понимаю? Ну да, да. То есть невыносимые взаимоотношения. Итак, скажите себе, я папа Володя, я папа Володя, мне один день оживотился к маме. Папа Володя, я один день оживотился к маме. Как там еще нет? Чего вы там чувствуете в своем сердце? А у меня сердце давить начало что-то. Я Володя, мне один день оживотил к своей маме. Как там ощущения? Я Володя, мне один день оживотил к своей маме. Как там ощущения? Да что-то не очень. Ему там как, не вам, а ему. Вы немножко свое примешиваете. Есть страхи перед папой и обиды на него. Да, вот просто им почувствуете себя. Папа Володя, мне один день оживотился. Он вроде хорошо. Да, он сильный мужик у вас. У него хорошая, сильная энергетика была с самого начала. А потом пошли вот эти все семейные истории, которые на нем отразились. Итак, представьте, что к нему приходит со мной и говорит. Дорогой Володя, в твоей жизни получится так, что когда ты будешь вырастать, твои родители все время будут выяснять отношения. Твой папа будет ревновать твою маму и дома устраивать скандалы с рукоприкладством. И ты все это будешь видеть. И твой папа будет восприниматься тобой, как человек, который несет тебе угрозу. И дома будет невыносимая атмосфера. Но все это для любви, для радости и счастья. Это для того, чтобы ты чувствовал, что ты любишь себя таким, какой ты есть. И своего отца таким, какой он есть. И маму свою принимаешь. И получаешь от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы в твоем сердце с самого твоего рождения открылся бы дар безусловной любви, который бы передался всем твоим потомкам. Это для того, чтобы они были бы в семейной жизни абсолютно счастливы, гармоничные и получали бы от жизни удовольствие просто так и без всякой причины. Как ощущения? Как-то дух захватывает. Что в теле? Возвращаемся в ваше тело. Как в теле ощущения? Пока не пойму как-то. Боль есть? Движение на чужую кровь. Боль есть в левой руке? Да вроде нет. Прошла? Вроде бы нет. Так. Вроде прошла. Сейчас ваши лишние страхи отработаем. Итак. Итак, Лена. Скажите себе. Вот я хотела сказать, что у нас тоже папа поревновал очень сильно. Мама скандала из-за этого. Да и логично. Ваша левая сторона это все то, что досталось от папы. Все эти конфликты внутри, они открылись. И потом история с девочкой это просто, как сказать, ерунда. По сравнению с тем, что было в роду. Итак. Лена. Скажите себе. Я в том месте времени, где начинает образовываться моя душа. Я в том месте времени, где начинает образовываться моя душа. Как все там чувства? Очень хорошо. В этот момент представьте, что к вам приходит сам Бог и говорит. Дорогая Лена, если в твоей жизни получится так, что если твой папа будет все время ревновать маму, и дома будут разборки, папа будет выпивать и агрессивно себя вести, и тебе дома будет невыносимо находиться, то это для того, чтобы ты чувствовал, что проблемы твоих родителей тебя вообще не касаются. Это для того, чтобы ты себя чувствовал с самого детства защищенный, счастливый, и самодостаточный девочкой, которая знает, чего хочет в этой жизни, и легко ей просто это реализовывать. Если потом в детстве получится так, что у тебя будет любимая подружка, с которой ты будешь играть, и она вдруг исчезнет, то это для того, чтобы ты поняла, что она просто переехала в другой город, и в этот момент ты почувствуешь себя еще более счастливой, самодостаточной, уверенной в себе. И у тебя в голове родится мысль, что в твою жизнь придут другие подруги, что бывает в взаимоотношениях и в жизни любого человека. И если получится так, что у тебя с мужем тоже будут сначала не самые лучшие отношения, и в результате вы разъедетесь, потому что тебе кто-то скажет, что он тебе изменил, и у него ребенок на стороне, и ты почувствуешь, что это огромный стыд и позор, то это для того, чтобы именно в этот момент ты почувствуешь, что ты его любишь и получаешь от этого удовольствие. Это для того, чтобы, даже если ваша жизнь семейная не проблится долго, и его то ли убьют, то ли он покончен жизнь самоубийством, ты бы себя при этом чувствовал абсолютно счастливой, гармоничной, уверенной в себе женщиной, которая знает, чего хочет, и реализовывает это легко и просто, и получает от этого удовольствие. Как в сцене? Замечательно. Что в теле? Настроение прям такое, знаете, ух. Бегать хочется, да? Летать хочется. Летать хочется. Она только работа начала, сейчас она будет еще больше разворачиваться. Как суставчики ощущаются сейчас? Вы знаете, все прям такое вспотевшее, все мокрые, все пальцы, все руки, все рука на ногах. И позвоночник как-то прям тянется вверх. Выпрямляется. Окей, сейчас с глазками поработать, сейчас поработаем с глазками еще. Итак, Лена, я снова в том месте времени, где начинает зарождаться моя душа. Я снова в том месте времени, где начинает зарождаться моя душа. В этот момент приходит к нам снова Бог и говорит, дорогая Лена, в твоей жизни порой все так, что если ты начиная лет сорока, начнешь не очень хорошо видеть, и тебя будут раздражать люди, и мама твоя будет раздражать, папа чем-то тебе будет неугоден, и жизнь тебя вообще будет пугать. Это для того, чтобы ты видел все в этой жизни, такое, как оно есть, и получал от этого удовольствие. Это для того, чтобы ты радовался каждому дню и чувствовал, что ты абсолютно здоровая и счастливая женщина, которая обладает 100% здоровьем физическим и эмоциональным. И это для того, чтобы эта связь укоренилась тебе и управляла бы своим самогладанием, твоим мироощущением. И это для того, чтобы твои глаза видели на 100% и ты получал от этого огромное удовольствие. Как ощущения? Хороший такой настроение. Хорошее ощущение, прям приятное. А глаза? Ну, туман в глазах. А резкость как? Пока не это. По-моему, пока так же. Ага. Так. Видите меня в телефон или нет? Ну вот, я сейчас вижу, как сказать, как вот пятнок больше, да, как окон, которые такие расплывчатые, как через целлофан, вот знаете, закрыли целлофаном. Через целлофан. Так вот. Так. Интересно. А еще сейчас одну практику сделаем. Я просто смотрю, у вас талант, который вы чувствуете, но вы его пока не проявляете. Да, я не знаю, как все вместе с этим человек. Ага. Сейчас поработаем. Итак, я в том месте времени, где начинает зарождаться моя душа. В том месте времени, где начинает зарождаться моя душа. Да, в этот момент представьте, что к вам приходит сам Бог и говорит. Дорогая Лена, в твоей жизни получится так, что ты все свои таланты в 51 год полностью раскроешь и разовьешь. Ты будешь легко разбираться в людях, разбираться в энергетике, разбираться в восстановлении тканей физического тела. И четко и легко концентрировать на этом энергию и достигать феноменальных волшебных успехов в своем теле и в теле тех людей, с которыми ты потом захочешь в будущем работать. Это для того, чтобы ты ощущала, как божественная энергия легко и просто исцеляет человека. И умела управлять этим ощущением. И включала бы его тогда, когда тебе это будет необходимо. Как стыня? Такое синим буду, сейчас лечу. Как я вижу? Такое прям. Вроде бы так же. Целлофан? Видите? Или что-то другое? Так. Не знаю, как пленочка какая-то. Представьте, что вы эту пленку берете и снимаете. Мысленно. Берете и снимаете ее. А у вас нет ее. Растворяется. Представьте, что ее нет. Растворяется. Потом опять открываете глаза. Что я вижу. Да нет, так же. Пленка или что-то другое? Пленка или что-то другое? Я не знаю, что другое может быть еще. Ну, вот вы видите, эту же пленку или что-то другое видите, что мешает? Не знаю, не могу сказать даже. Ну, как оно есть, так и описывайся. Ну, что-то мешает, такое вот, как дымка. Дымка или пленка. Какая-то дымка. Я просто хочу, чтобы вы разницу уже видели. Что вы, работая со своими образами, уже начинаете что-то менять. Может, не так сильно качественно, но тем не менее, структуру того, что вы видите, она начинает меняться. Даже если при этом с хрусталиками есть проблемы, с органическими. Ну, с органикой есть проблемы. Но мозг можете включить на видение картинки. И она максимум уже будет меняться. Это понятно? Понятно. Вот попробуйте представить, да, вот сейчас глазки назакрыть на секундочку. Что ваши глазки все видят. Ваш хрусталик абсолютно чистый и прозрачный. Ваше давление глаз в норме. Наверняка эта анатомия уже все легко представляет. Она абсолютно в норме. Нерв прекрасно работает, зрительный. И все камеры тела полностью, камера глаза восстановилась. Роговица все восстановилась. Глаз здоров. Хрусталик чистый. Свет легко, спокойно, свободно проходит сквозь глаз, попадая на сетчатку. И мозг легко воспроизводит изображение. И вы все ясно и четко видите. Хрусталик абсолютно чистый. Вот прямо эту мысль, раз пять прогнать через свое тело, концентрируйтесь на этом. Мой хрусталик абсолютно чистый. И прозрачный. И здоровый. И глаз абсолютно здоров. Когда вы прогнали, после этого опять открывайте глаза и смотрите разницу. Нет. Там манер такой вот есть. Я еще, знаете, что мне сказала, что у меня по центру хуже вижу, а как бы боковыми вот лучше. И получше пояснее. И вот я когда вот сейчас писала, я там глазом, боком смотрела. Потому что по центровому как бы это особо так. Ясно. Но все равно писали нормально. Лен, как сейчас само чисто? Как? Очень. Что-то прям жарко так, знаете. Там уж горит все, кажется, у меня. Ну, тело получилось с работы. Смотрите, надо продолжать делать то, что вы делаете на курсе. Потому что вы на самом деле делаете серьезный вклад в себя. Если вы, начиная с самого детства, болели. Конечно, это за секунду, за две, за полгода даже не выправить. Но каждая ваша медитация, каждая ваша практика вам дает именно этот вклад в себя, который будет приводить к улучшению здоровья. Сейчас мы поработали неплохо, чтобы ваше детство чувствовалось по-другому. Чтобы вы чувствовали свои таланты. Сутки-двое эта работа будет разворачиваться, вы это за месяц потом. И интуиция вам подказывает, что вам надо делать. Она у вас неплохо развита, несмотря на все моменты, которые в жизни происходят. Просто вам это надо осваивать. У вас есть к этому талант. Я мечтала, что вот успею поправить зрение и пойти на обучение в институт. Поправить. Будете внушать себя, по-моему, глазки видят прекрасно. У нас, кстати, в том потоке была девушка, у которых тоже трудности со зрением. Не помню цифру, чуть ли не минус 10. Что-то много там совсем. Я не запомнил. Ну ничего, отучилась. Сейчас уже работает с другими. Еще я хотел спросить у вас о предназначении. Как-то я же день не работала. Я вам сказал, что вы можете помогать людям. У вас очень задатки неплохие. Цивических энергий, несмотря на весь парадокс сказанного. И вы можете очень хорошо восстанавливать ткань. То есть остеопатия хорошо у вас пойдет. Техники связаны с восстановлением ткани. Это ваше. Потому что вашу ткань надо долго и тщательно восстанавливать. И вы еще будете большой объем работы с этим делать. И я уверен, что вы себя восстанавливаете. И тогда этот опыт будет ценен. Вы поймете, что вы умеете это делать, и вам дано это. А это надо освоить. И как бы не была сложная ситуация, если человек себя по кусочкам собирает. И обретает здоровье. То потом у него этот навык становится транслируемым. Он легко его может воспроизвести. Он владеет этим. Все равно, что вы учили новый иностранный язык. И вы владеете, вы можете другого обучить. Это понятно, да? Поэтому сегодня мы могли только почистить кое-что, что создавало ариматойный полиатрик, чтобы основная нагрузка ушла. И чтобы вы себя почувствовали гармонично и счастливо. Почувствовали себя счастливой, здоровой. И получили бы мощный импульс к дальнейшему движению в сторону здоровья. А так силам надо много еще заниматься. И вы шаг за шагом двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Понимая того, что у вас энергия есть, его надо раскрывать дальше. Очень тонкая какая-то энергия идет такая. Но надо больше на тканевом уровне работать. Ну, надо, над глазками надо работать. У меня, знаете, я после сонастройки космоэнергетики, после получения мастера, у меня постоянно какие-то энергии двигаются во мне. Так это нормально. Человек, который занимается практиком, постоянно что-то чувствует. Только, как говорится, не рассказывая санитарам в больнице. А так все нормально. Я не поняла сразу еще раз повторить. Я говорю, санитарам в больнице об этом рассказывать не надо. Ну, если вы приедете к психиатру или еще кому-нибудь, давай выделяйте, что я что-то чувствую, они скажут, так, так, в нашей городе. Давай-ка мы тебя изучим поподробнее. То есть, юмором к этому надо относиться. Понятно? Тяжеловато, честно говоря. Ну, в чем тяжело-то? Ощущение тяжеловато. Привыкайте. Привыкайте. Это нормально. Когда практикуешь, чувствуешь, что эти вещи постоянно происходят. Потом к этому привыкайте. Понятно. Ну, все. Все. Судача. Продолжайте работать. Мы вас верим. Спасибо вам огромное, Анастом Олегович. Удачи. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...